Привет всем ребята! Сегодня я бы хотела продолжить рассказ за вторую ветку американских СТ и расскажу о седьмом уровне в этой ветке. Скорее всего будет два варианта развития, либо от Чайфи, которого перенесут на шестой уровень, либо от Шермана Джамбо. Сейчас я расскажу о варианте развития после Джамбо. В этом случае у нас будет на седьмом уровне одна из дальнейших модификаций Т-20. С очень большой вероятностью это будет Т-25Е1. По сути танк от Т-20 ничем особо не отличается и геймплей на них будет примерно одинаковым, но все же отличия будут. Кстати говоря, в нашей игре есть две ПТ-САУ на базе этого среднего танка. И это, как вы уже поняли, Т-25-2 и Т-25АТ. Для начала характеристики танка. И первым делом у нас, как обычно, прочность. Я думаю, что она будет либо с 1100 единиц, что так же как и у Т-20, либо на 50 единиц больше. Вес 35 тонн. Экипаж 5 человек, что стандартно. Максимальная скорость 56 км в час. Двигатель Форд ГЭФ на 500 лошадок, который немного уступает движку Т-20. Из-за чего будет уступать и удельная мощность танка, то есть подвижность будет немного хуже. Бронирование чуть лучше Т-20, что компенсирует небольшую потерю подвижности. Лог корпуса 76,2 мм. Борт 58 мм. Корма 38,1 мм. Башня внешне очень похожа на башню М-26 Першинга, но это только внешнее сходство. На деле у нас бронирование лба башни 76,2 мм. Маска орудия 88,9 мм. Борта и корма башни по 63,5 мм. Что, конечно же, хуже башни Першинга. Орудие у танка точно такое же, как и у Т-20. 90 мм, М3, 240 урона, 160 пробития у бронебойных снарядов. Неплохая поворотливость в районе 40 градусов в секунду. УВН тоже очень хорошее, минус 10 на плюс 25 градусов. Обзор в топе должен быть в районе 390-400 метров. Как я и говорила ранее, в целом танк очень схож с Т-20 и для любителей американских СТ подойдет наверняка. На нем можно будет играть от УВН и быстро занимать важные позиции для СТ. На этом по танку все. Ставьте лайки, если хотите узнать о варианте развития ветки после Чаффи и о топовом СТ этой ветке Т-95Е2. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, не забывайте вступить в группу ВКонтакте. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!